День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема сегодня. Временные неудобства. У окончания реконструкции Астраханского моста новые сроки. Тонировка вне закона. Автоинспекторы замеряли стекла и прощали самых сознательных. Как технически доказать скорость автомобиля или найти мельчайшие следы преступления? Эксперты-криминалисты отметили профессиональный праздник. Временными неудобствами назвали подрядчики долгий ремонт Астраханского моста. Работы здесь возобновились. Новая дата окончания реконструкции у Валерия Седова. Работы на Астраханском мосту не останавливались, так как при большом минусе работать с асфальтом, бетоном и штукатуркой нельзя, то подрядчик выполнял другие задачи. Сейчас определяют момент, когда можно приступать к асфальтированию. После зимы предстоит понять, как ведет себя насыпь. Для этого рабочие установят специальные маяки. Подрядчик сейчас будет готовить все одномоменты. Если раньше он занимался возведением насыпи, то в данный момент он будет заниматься как по нижней части моста, так же будет выносить опоры освещения, контактную сеть троллейбуса, так же заниматься насыпью. А вот археологические работы на мосту окончены. По контракту они отслеживали слои, которые находятся в теленасыпи. Сейчас эти работы уже не проводятся. Подрядчик настроен на то, чтобы сдать объект с опережением срока. Приносим извинения за то, что приходится терпеть эти временные неудобства. Но, как мы наблюдаем, особо транспортного затора здесь на данной точке не создается. И постараемся отремонтировать объезд за цирком, чтобы было по комфорту. Планируемое время окончания работ к концу июля текущего года. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Приход весны и яркое солнце некоторые автомобилисты встретили вполне предсказуемой массированной тонировкой стекол. По закону их светопропускаемость не должна быть ниже 70%. Все, что меньше штрафуется. Этот тезис автоинспекторы постарались внушить 12 задержанным водителям во время специального рейда. Площадь Мичурина – обеденное время. Солнце в зените, а значит, самое время для охоты на тонированные авто. Полностью темные стекла машин вне закона, хотя, понятно, визуально здесь не определишь. Именно поэтому на каждом замере работает тауметр. Пропускание светостекол этого авто инспекторов не впечатляют. 13,5. У нас 13,7. За тонировку, как в бункере, это когда светопроводимость ниже 70%, штраф 500 рублей. Впрочем, самые понятливые могут отделаться предупреждением. Если, как в этом случае, водитель без споров срывает пленку самостоятельно. 5 минут бытового вандализма и счастливого пути. Тем, кого штрафуют, автоинспекторы выдают предписание удалить пленку в течение суток. Нарушителей же обещаний ждет наказание серьезнее денежного. При следующем факте выявления этого же правонарушения водитель будет привлечен к административной ответственности за неисполнение законного требования сотрудника полиции, которое рассматривается уже в судебном порядке. Максимальное наказание, которое предусматривает административный арест до 15 суток. В интернет-сообществе автомобилистов новости о рейде обычно распространяются очень быстро. Наверное, поэтому после массовой остановки сверхтонированных авто поток машин на площади Мичурина значительно поредел. Наверное, поехали в гаражи для самоочищения. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Очередной контрафакт выявили представители Россельхознадзора на улицах Рязани. По заявлению граждан, вблизи остановки общественного транспорта «Бронная» в микрорайоне Приокске было обнаружено почти 25 килограммов рыбы, в основном карпа и толстолобика, без сопроводительных документов. Партию сняли с реализации, пока не уничтожили, а вот с контрафактными яблоками обошлись менее гуманно. На территории одной из оптово-розничных баз Рязани инспекторы обнаружили 11 килограммов свежих плодов и тоже без сопроводительных документов. Установить происхождение товара не представлялось возможным, поэтому весь груз уничтожили техническим способом. Начало марта – время экспертов-криминалистов. Об этой работе сотрудников МВД не говорят на каждом шагу, хотя именно у них зачастую главная роль в раскрытии преступления. Об особенностях и нюансах экспертной работы в нашем следующем материале. Вот, у нас в техникуме бомба заложена. Сейчас я вас в полиции соединю. Хорошо, давайте. Вот, соответственно, данная запись была исследована, да, исследованы голос и речь лица, сообщившего об акте терроризма, и установлено сходство с конкретным лицом. Сама фонетическая экспертиза осталась за кадром. Как признаются сотрудники, работа эта долгая и кропотливая. При этом занимаются ей два специалиста – один техник, другой лингвист. Им предстоит изучить тембр голоса, особенности произношения, сбои в речи и многое другое. И пока одни занимаются непосредственно голосом, в этом же кабинете их коллега проводит экспертизу видеотехническую. Если обобщить, то задачи у эксперта две – понять, есть ли монтаж на видео, и определить параметры движения объекта на данном участке. Говоря простым языком, понять, с какой скоростью ехал автомобиль. Был случай такой, один из первых в моей практике экспертизы, где водитель при разрешенной скорости на данном участке 40 км в час была рассчитана на скорость его движения, он двигался со скоростью 130 км в час. Соответственно, был ДТП, где погиб пассажир. Александр показал, как работает программа на премьере. Разделительные полосы расположены на одинаковом расстоянии друг от друга. Выбираются два кадра, где они одинаково располагаются перед капотом, вносятся в программу и получаем результат – 90 км в час. И это только два вида экспертиз из множества. У нас работа ведется по 36 специальностям экспертно-криминалистическим. Ну и, соответственно, преступления расследуются, раскрываются абсолютно разной направленности. А этот кабинет полностью отвечает заявленным ожиданиям. Колбы, пробирки, жужжащие аппараты. Здесь проводится экспертиза биологических объектов и учета геномной информации. Специалист сразу отвечает, что химии здесь почти нет, только математика. Идет расчет вероятности случайного совпадения следов с образцами подозреваемого. Самый интригус заключается в том, чтобы найти следы биологического происхождения на представленных вещественных доказательств. Это не всегда происходит так, что вам предоносит предмет и на нем прям след крови. Вы берете его и исследуете. Иногда следы крови скрыты, замыты. Приходится проявлять такое исследовательское уже рвение и пытаться найти следы данные. Но это есть следы крови. А бывают невидимые следы. Это клетки петели, допустим, нам тоже основная задача искать на предметах. Григорий Терехин вспомнил случай из практики, когда в поселке Искра была убита мать и двое детей. Тогда убийца вытер руки об обои. Эксперты вырезали кусочек, провели необходимые анализы, вычеркнули следы крови убитых из уравнения и остался только эпителий преступника. Убийцу удалось задержать. И подобные экспертизы проводятся постоянно. За один только 2020-й было проведено 1600 исследований на фронтах может и незаметного фронта борьбы с преступностью. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В МФЦ Рязанской области запущен проект по оказанию бесплатной юридической помощи. Об этом сообщается от регионального правительства. Квалифицированная юридическая помощь гражданам оказывается по соглашению о взаимодействии между Министерством труда и социальной защиты МФЦ Рязанской области и региональной адвокатской палатой. Социальный прием проводят по вторникам и четвергам с 12 до 15 часов. Записаться можно на официальном сайте учреждения в разделе «Запись на прием». Дополнительную информацию можно получить в МФЦ по телефону 55 50 55. Накануне 8 марта Рязань Горгас рассказал о женщинах неженских профессий, о своих сотрудницах, которые освоили мужскую работу и успешно трудятся не один десяток лет. Они приходят в квартиры строго по графику раз в год. К тому, что у профессии слесарь ВДГО в Рязани женское лицо, многие уже привыкли. Потому что это всегда педантичность, четкость, да и вообще, говорят рязанцы, с ними как-то спокойнее. Все делают качественно, чисто, аккуратно. Все по времени. Все очень исполнительные. Женщины всегда исполнительные. Во время проверки газового оборудования проверяем газопровод, который находится в подъезде. Проверяем резьбовое соединение муфты контрагайки. Прибор показывает нулевой эффект. Значит, утечки газа нет. Так скрупулезно и по полочкам рассказывать о технических особенностях своей работы могут только они. От их взора не ускользнет никакая мелочь. Порядок превыше всего, потому что это еще и безопасность. Женщины-слесари понимают это как никто другой. Ольга Соломахина в профессии уже 35 лет. Работа наша, она сложная, но она важная. И то, что мы делаем, это для безопасности людей. И нужно еще уметь с людьми ладить и разговаривать, потому что приходится и уговаривать, и объяснять, что проверка это в целях же безопасности людей. И проверка проходит каждый год. Сопоставление с мужчинами, конечно, неизбежательно. Сравнение вряд ли будет в пользу условно сильного пола. По крайней мере, начальник службы по эксплуатации и ремонту ВДГО Светлана Мульцина в своих девочках абсолютно уверена. В моей службе трудится 81 сотрудник. Из них 6 слесарей-женщин. Они производят ремонт, замену и техническое обслуживание внутридомового, внутриквартирного газового оборудования. Со своей непростой работой женщины справляются наравне с мужчинами, а иногда даже и лучше. И только накануне 8 марта мы понимаем, что на хрупких плечах этих женщин лежит большая ответственность. Техническое обслуживание газового оборудования – это не просто их работа. Это в прямом смысле забота о человеческих жизнях. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте город62.тв и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин